Какие номера, Влад, а? Давайте прям целиком вариант. Ну, ссылку давай. Так, давайте вот Камзееву, прям у вас открыто. Давай Камзееву, ага. Ну, какой-нибудь 30-й, да? Да, давайте. Ну, первое тебе видно, да? Да. Давай говори. Так, физическая величина. Так, ну, физическая величина тут только 4, потому что другие тут, это, ну, не могут они быть физическими величинами. Второй и третий, третий это физический закон. Да. Так, а второе физическое явление. А вот первое и пятое, это ни к чему не относится. Ну, первое это прибор, наверное. Первое, дифференциальный решетка, ну да, это прибор. Дифракционное, чтобы диффракцию наблюдать. Глава, нет, не было щепочки у вас, нет? Нет, еще. Так. Рисунки, представлен график в зависимости координаты. Так, ну, тут будет скорость постоянная. То есть вот под V и под G сразу графики убираем, потому что это ускорение. Да. Не, ну, V подходит тоже. Ускорение правило нулю. Да. То есть V тоже можно рассматривать. Я там G внизу не вижу, что там. Так, ну, V тут, стоп. V скорость постоянная, но отрицательная проекция скорости. Да. Вот под A будет так, что скорость будет 1 метр в секунду. Постоянная. Проекция скорости положительная, поэтому A. И, наверное, V тоже подходит. Ну, да. То ускорение равнодел. А, тут по парам и рассматривается A и G, и будет A и V, да? A и V, да. Под цифрой 3. А, так это те самые, которые с ответами прям, да? Да. Властилиновые, значит, они слипаются. Так, надо, чтобы на те случаи, где будет скорость, будет максимальная. Так, под цифрой 3 и под цифрой 4 убираем сразу, потому что по цифре 3 они друг на встречу другу идут. Поэтому скорость будет минимальная. В четвертой, потому что он так же, как и первый, но тут масса стоящего шарика в два раза больше. Поэтому она в любом случае будет скорость меньше, чем в первом. Мне кажется, во втором будет, потому что скорости будут сонаправленные. Ну да, по сути дела тебя спрашивают, какая будет длина вектора. У них сумма масс, суммарная масса? Нет, суммарная масса разная, да? Или одинаковая всегда? Это всегда одинаковая? Нет, не всегда. На рисунке 4 она суммарная масса 3M, 3M будет. А во всех трех, во всех предыдущих трех у него масса одинаковая, поэтому надо скорость найти. Поэтому берешь прям, складываешь вектора скорости. Которая показана здесь. Это будет то же самое, что MV. И там, где самые длинные векторы получатся, там будет максимальный импульс, максимальный скорость. Поэтому два правильно, конечно. Такие решали уже? Такие решали, но я не помню свойства этих. Блока? Да, системы блоков вообще уже не помню. Блок, который сверху, который закреплен, неподвижный блок. Он просто меняет направление силы. Если у тебя сила, надо приложить вот такую, чтобы поднимать F, то ты вдоль веревки тянешь, можешь сюда вот теперь тянуть силой F, можешь сюда тянуть силой F, можешь сюда тянуть силой F, результат будет одинаковый. А блок подвижный, который, у него все происходит. Значит, этот блок мы не рассматриваем, тут ничего интересного нет. А вот этот блок, он такой получается. Если мы подвешиваем груз массой M, то мы прикладываем, две силы прикладываются к этому блоку. И это будет сила M пополам, это будет сила M пополам. Если у нас здесь сила Mg, то здесь будет Mg пополам, Mg пополам. Mg пополам – это будет у нас потолок тянуть, а наша сила будет в два раза меньше, чем здесь. Мы получаем выигрыш в силе. Если это выигрыш в силе, значит, у нас получается проигрыш в расстоянии. Сейчас я перевешу по-другому, чтобы не вверх ногами было. Видно, да, что мы получаем выигрыш в силе? Да. И больше ничего. Понятно, что нам птянуть придется в два раза дольше здесь, поскольку если есть выигрыш в силе, то будет проигрыш в силе. Подвижный блок дает выигрыш в силе, но проигрыш в расстоянии, а неподвижный блок дает проигрыш в силе, он дает выигрыш в расстоянии. Он ничего не дает. Он выигрыш в расстоянии, получается, дает? Ничего не дает. Если ты вот здесь вытянешь вот такой кусочек, то здесь у тебя он поднимется настолько же. Вот это расстояние и это расстояние будут одинаковые. Ты будешь тянуть на один метр и на один метр поднимешь. А если ты здесь будешь тянуть сейчас на один метр, то здесь у тебя будет на полметра. Поэтому смотрим задачу нашу. Оно было так и нарисовано. Видно, да? Ага. Стой, мама уптала. Получается, будет 40 килограмм. Стоп, 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 стоп. Нет, 10 килограмм, 10, 10. На нижний блок действует силы какая? На нижний блок сила получает 200 ньютон. 200 ньютон. Эти 200 ньютон раскладываются по двум веревочкам. Сто на одну, сто на другую. А неподвижный блок, она вообще ничего не дает. Получается, груз 2 будет 10 килограмм. Да. Ну, вот тот же самый выигрыш в силе. Ага. Вот здесь мы получаем выигрыш в силе на нижнем блоке. А верхний просто для того, чтобы подвесить можно было груз. Так, алюминиевый шар, поднявший на нити, опущен в дистиллированную воду. То есть, в чистую воду. Затем шар перенесли из дистиллированной воды в крепкий распор поверхности соли, при этом силы натяжения нити. То есть, у чистой воды, у нее плотность равняется 1000 килограмм на кубический метр. А у морской воды, как я помню, 1300 килограмм. 1030 килограмм на кубический метр. Получается, силы натяжения нити, когда опустят в раствор поваренной соли, силы натяжения нити уменьшатся. Почему даже можешь объяснить, да? Да. Потому что архимедовая сила в растворе поваренной соли будет больше, так, как плотность раствора, будем сказать, морской воды, плотность больше. Ну, ты неправильно объясняешь. Идея все правильно, все говоришь правильно, только объяснение никакого нет. У нас груз находится в равновесии, начинать надо. Если он находится в равновесии, значит, сумма сил равна нулю. И рисуешь, какие силы действуют. Одна – сила тяжести, вторая – сила архимеда, третья – сила, которая натяжения нити тоже вверх. Если у нас сила архимеда увеличивается, значит, сила натяжения нити должна уменьшаться, потому что их сумма равна МЖ. Ага. Что такое ариометр, знаешь, да? Да. У нас есть ариометр. Будем смотреть, нет, задачку-то? А какое там задание-то? А не видно тебе, да? Я убрал. Почему не видно? Видно. Вот ариометр показывал. А да, а там нижний что-нибудь? Ты там ниже сейчас что-то есть, ты знаешь, как? Убери там что-нибудь, чтобы у тебя… А, это… А, там… Так. Так, какой-то обычно в первой узкой части находится шоколад, который… Вот, не знаю. Там было что-то такое ариометр, просто написано, теперь решила вот такая задачка. Два раствора. Так, согласно рисунку 2, плотность жидкости во второй мизурке больше плотности жидкости короменов… Нет, первая неверно. Ариометр приспособлен для измерения плотности только тех жидкостей, плотность которых больше в средней плотности ариометра. Так, больше плотности. Получается, да, второе верно, потому что если бы плотность была равна плотности ариометра, то он бы просто полностью погружался бы в жидкость. Слотность которых больше, то есть он выталкивает ариометры. Так, при нагревании жидкости глубина погружения в нее ариометра не изменяется. Это неверно. При нагревании… Стоп. При нагревании… При нагревании расстояние между молекулами увеличивается, значит плотность уменьшается. Точно, да. То есть третье неверно. Глубина погружения ариометра в данную жидкость не зависит от количества дроби в нем. Нет, зависит от количества дроби. Конечно. Так, выталкивающая силу действующая ариометра в жидкости 1, равно выталкивающая силу на ариометре в жидкости 2. Нет, это неверно. Получается у нас 2 и 4 ответ. Так, объем шара заполнен гелием, равен 50 метров кубических. Еще говорите. Так, плотность геля равна 18 килограмм… Ну, 180 килограмм на… Плотность воздуха… Поднять этот шар. Знаете как, тут надо максимально то, что может поднять. Это надо из плотности воздуха отнять плотность гелия и умножить на 50, то есть вот на объем. Нет, ты неправильно начинаешь, ты неправильно. Ты сразу, где там голове у тебя что-то там щелкнуло, ты знаешь решение, поэтому рассказываешь. Надо объяснять, чтобы я тоже понимал. Объяснение, какое может быть. У тебя есть груз. Если ты его можешь поднимать, значит, сумма сил будет одинаковая. Вверх и вниз. Но вверх чуть-чуть побольше. А так-то они будут одинаковые, потому что ты будешь поднимать без ускорения. Поэтому ты рисуешь просто груз свой, и к нему приложены силы. Какие силы приложены? Только две силы. Только сил тяж, сил Архимед больше ничего нету. Вот еще сил, с которой тянет шарик. Это Архимедова сила. Ну да, Архимедова сила. Надо будет, вернее, даже нарисовать еще массу оболочки, ведь надо будет масса, вес этого самого нарисовать, шара воздушного. Поэтому давай сейчас попробуем нарисовать. Рисуем воздушный шар, веревку, и здесь груз. Груз массы М, действует сила МЖ. Что, он опять вверх ногами показывает? Нет. А, нормально, да. Он просто у меня показывает слева направо. И рисуем воздушный шар. Значит, здесь у нас будет действовать сила Т. Мы пишем, что Т равно МЖ, потому что он у нас в равновесии находится и поднимается вверх с какой-то маленькой скоростью. И теперь рассматриваем сам шар. На шар какие действуют? Действует сила Архимеда. И действует сила натяжения Т, штрих, которая такая же, как Т. И действует сила тяжести этого шара, которая равна М большой умножить на Ж. Поэтому дальше мы пишем, так как Т равна Т, штрих, то есть сила натяжения веревки, действующей на груз, равна силе натяжения веревки, действующей на шар. Написали. А потом пишем, что вот здесь сумма сил тоже равна нулю. И пишем, что сила Архимеда равна МЖ плюс Т. А вместо Т пишем здесь МЖ. Получаем одно уравнение. Что у нас известно? Масса вот эта известна, масса вот эта известна. Можно за скобки вынести. Будет М плюс М умножить на Ж. Это нам дано. А здесь мы можем силу Архимеда написать. А, еще воздух там же внутри, да? То есть надо силу тяжести воздуха. Масса воздуха умножить на Ж. Поэтому здесь будет плюс масса воздуха. В скобочках еще написано. Понимаешь, что я говорю, да? Да. Получается, сила Архимеда, она, как ее определить? Что там надо найти-то? Максимальный груз, который может поднять шарик. Масса оболочки можно приобречь, а объем известен. А, значит, мы через объем выражаем. Пишем РО, гелия, умножить на Ж и умножить на В, которое нам дано. И зачем нам дана плотность воздуха? Чтобы здесь ее написать. Здесь будет РО воздуха умножить на Ж умножить на В. Ну, без Ж, потому что там Ж уже есть. Сейчас я перепишу, чтобы было понятно все, что написано. Значит, мы написали. Вверх у нас действует только сила Архимеда, а вниз действует сила тяжести шара, сила тяжести воздуха. Ой, как гелия. У нас внутри-то гелий находится, да? Да. Гелий. Поэтому здесь получается гелий, сила тяжести, который тоже подниматься будет, и плюс груз, который мы поднимаем, МЖ. А для сил Архимеда записываем, чему она равна. Вытесненный воздух здесь, воздух, умножить на объем шара, умножить на Ж. Справа что получается? МЖ нам дано. Масса гелия, которая внутри находится, мы ее через плотность найдем. Пишем здесь плотность гелия умножить на Ж и умножить на объем шара. А масса груза нам надо найти. МЖ. Это нам дано, это нам дано, это нам дано. Ты говоришь так, что мы берем вот эту. Нет, у меня есть такое объяснение. Если вот, допустим, плотность гелия меньше плотности воздуха, значит, будет он взлетать, так? Ты вот с этого, смотри, начал. Ты все остальное предыдущее пропустил. Ты говоришь так, вот берем РО-РО, умножаем на 50. Все правильно, ты говоришь. Нет, я имею в виду, что вот он как-то, он же поднимется все равно, он будет вылетать, ну, подниматься. А чтобы он как бы мог подниматься и чтобы, так сказать, с собой какой-то груз внести, вот разница между плотностью воздуха и плотностью гелия умножаем на объем шарика. Да, ты вот про эту сейчас формулу говоришь. Правильно, да. И получим массу, которую он может поднять. Ну, еще сам шар, еще от него тоже здесь. Массу самого шара. Можем, может быть, вещь. Ты начал с вот этого. Это правильно ты говоришь, все. Но объяснения у тебя не было. А объяснение кроется вот здесь. У нас шар находится в равновесии, поэтому вверх действует сила Архимеда, а вниз действует три сила. Вот с этого, если начинаешь, то приходишь к этому, и тогда у тебя все объяснение готово уже. Ты все правильно говоришь, только ты не объясняешь, а иногда требуется объяснять. Ну, решаешь правильно. Ну, решаешь правильно, поскольку ты без формул решаешь, а из головы. Ну, ты ошибиться можешь. Угромятость очень большая. Ну, давай дальше. А какой там все-таки ответ был? Ответ вот такой, как написано здесь. Я сейчас не знаю, какой номер задачи-то. Седьмой. Нет, стоп, вы не тот вариант открыли. А, да, нет, стоп, не тот вариант открыли. А, вариант просто не тот. Тридцатый. Тридцатый у нас, да? Ну, формула-то одна и та же будет. Давайте возьму задачку. Тридцат формулы-то нету. А, это выталкивающая сила была? Написано. Найти просто выталкивающая сила. Выталкивающая сила просто равна плотность воздуха умножить на G. Задачка-то одна, рисунок один, а вариантов вопросов много. А, ваше вариант решаем, я что-то запутался. Мы решаем один вариант, мы решаем вариант... Тридцатый, это вот этот. Седьмой мы решаем, теперь восьмой решаем. Так, теплота парообразования эфира 40 тысяч джоулей на килограмм. Собственно, 400 тысяч джоулей. То есть в процессе парообразования одного килограмма эфира из этого представителя, который выделяется количество теплоты? Нет. Это вот отдельная теплота парообразования 400 тысяч джоулей. Это значит, чтобы полностью превратить один килограмм пар, нужно дать ему количество энергии, энергии равные 400 тысяч джоулей. То есть не выделится, а наоборот будет забираться. Да, ему необходимо взять. Да, вот написано, требуется количество теплоты во втором. Да. Как раз второй-то и правильно и есть, да? Да. А третий? Так, третий в процессе парообразования. Я, допустим, в втором кипении видится количество теплоты. Нет, третий неправильный. А что тебе не нравится? В смысле? А, выделится, потому что. А четвертая? Из такого количества, получается, 400 тысяч килограмм выделится только один джоулей. Это как-то... Да, понятно. А четвертая? Четвертая – это для превращения в пар. Ну, то же самое. Да, то же самое. Закрытый сосуд, значит, объем константа. Охлаждается в закрытом сосуде. Как в процессе охлаждения изменится объем газа и его давление? Объем газа в закрытом сосуде не изменится, так как сосуд закрытый. А газ, мы как знаем, он у нас занимает все пространство, которое ему дали. Хоть бы сколько дадут, столько он займет. А вот объем... Так, давление уменьшится, так как он охлаждается. Значит, среднее расстояние между молекулами уменьшается. Да, тебя не обманешь. Так, смешали две порции воды. 200 грамм при температуре 40 градусов и 800 грамм при температуре 80 градусов. Температура в смесье 60 градусов. Какое количество теплоты получится? А вот, унижающий воздух. А как это? Ну, температура в смесье еще дана. Да. А у меня еще была такая интересная задача, тоже такая. Только нам надо было не количество теплоты, которое получил сосуд, ограживающий воздух, а надо было найти, по-моему... А что надо было найти? Температуру сосуда? Нет, там было надо отношения найти, а вот отношения я не помню, чего. Ну, ладно, не суть, давайте решим эту задачу. А как количество теплоты, которое получил сосуд, ограживающий воздух? Ну, тут идея такая, что у тебя, если было одинаковое количество, 200 грамм и 200 грамм, тогда получилось точно посредине между ними 60. 40 и 80, посредине между ними 60. А тут взяли горячей воды-то много. Да. Поэтому должно быть больше, чем 60. Смешали много горячей воды, а результат получилось, как будто взяли мало горячей воды. Значит, куда делась энергия? Ушла воздух и нагрела сосуд. Поэтому, кроме уравнения, писать ничего не получится у тебя. Из головы так просто сейчас не расскажешь. Поэтому давай бумажку возьму, ты будешь диктовать, я буду писать. Значит, у нас 40 градусов, 80 градусов, 200 грамм и 800 грамм. И 60 градусов это температура. Теперь я бумажку показываю. Теперь я бумажку показываю. И пишем. У нас была горячая вода. С вода умножить на массу воды, первую, умножить на Т, первое, минус Т. А, ну, получившее, зарезутирующее. Это у нас тепло, которое... Одна вода. Вторая вода плюс С вода умножить на массу 2. Т2, то же самое, Т2 минус Т. И сосуд. Ку равно нулю. Все вместе равно нулю. Так вы писали или не так писали? Да, так. Мы пишем все в левой части, а справа пишем 0. Здесь у нас эта температура 20 градусов, это 60. То есть получается здесь отрицательное число, минус 40. А здесь у нас это больше, а это меньше. Здесь получается плюс 40. Массы даны, теплоемкости даны. Поэтому пишем Q равно... А теплоемкость, мне кажется, можно сократить или нет? А здесь-то нет у нас теплоемкости. А, да, да, точно. Поэтому пишем Q и переносим правую часть. Там, где было минус 40, стоит плюс 40. А здесь наоборот минус 40. Здесь мы можем заскобки вынести, теплоемкость воды. А в роте у нас будет масса первая. Это значит 200 грамм, да? Да. Умножить на... То есть там килограмм, килограмм воды. Литр воды будет получать, то есть килограмм. Минус 200, не килограмм, а 200, надо в этом писать, да? 0,2. Вот так, да? Да. Или там литров. Нет, там граммы. Там без разницы грамм. Ну и хорошо. А, 200 грамм. Значит, тогда наоборот. 0,2 килограмма. Правильно. Мы здесь килограммов пишем. А здесь мы пишем C. Мы вынесли воды. Здесь у нас будет в два раза больше 0,8 килограмм. Умножить на 40. И все. Получится отрицательное число, потому что здесь больше. 0,8 минус 0,2 получится 0,6. 0,6 умножить на C умножить на 40. Вот такой ответ. Минус означает, что у нас тепло... Что про тепло можно сказать? Оно потерялось, то есть ушло на нагревание. Чего лига? Ну, понятно, что этот знак минус говорит, наверное, что на нагревание ушло. Значит, здесь у нас это маленькое, а конечное большая. Здесь отрицательное, а здесь наоборот положительное. Когда перенесли, поменялось, местами стало положительно-отрицательное, значит, кубы от отрицательные. Ну, идея понятна, да? Да. Вот это мы считаем по отдельности. Это 10-е. Давай с конца что-ли начнем, а то не успеем. Интересный. Давайте ставим там задачу? Да. Так, электрический нагреватель за 20 минут доводит до кипения. Стопка огромного нагрева, чем температура, которые дети. Чему равна сила тока нагревателя? КПД 45%. Но задача-то легкая. Там сначала мы находим... Вот 10 градусов нам дало начальство. Мы находим... Дальше три одинаковые спирали. Если все три непосредственно, то вода в кастрюле закипит через 36. Если никакое время закипит та же масса воды, то уже... Господи. Так. Давайте сначала первый вопрос решим. Чему равна сила тока нагревать? Известно, что напряжение 220 вольт. Нам сначала надо найти, сколько вообще нужно теплоты... Нагреть это количество теплоты до 100 градусов. То есть, ну, СМ на Т2 минус 101. Ну, допустим, мы нашли. Потом через формулу КПД, то есть там энергия полезна, деленная энергия затраченная. Там из нее выражаем ту энергию, которая выделилась вообще. А потом... Так, выделилась вообще. Ну, и подставляем формулу. Там ведь формула мощность... Стоп. Мы количество... Мощность... Мощность равняется... Так. Стоп. А, нет, вот это количество теплоты, которое вот затрачено, мы делим сначала еще на 20 минут. То есть, там на минут переводим секунды. И находим количество теплоты, которое отдавал нагреватель за секунду. Мощность, значит, находим. Мощность, да. То есть, мощность находим. Нашли мы мощность. И мощность делим на 220 вольт, и получаем силу тока. Там три одинаковые спирали. Если все три спирали включены, последняя спираль. Через тысячу человек какое время закипит тоже масса отдых? Это сложно уже. Если у нас три спирали включены последовательно. R, R, R. То у нас сопротивление будет 3R. Когда мы будем менять на три параллельных, у нас что останется? Постоянным ток или напряжение? Напряжение. Напряжение будет то же самое. Поэтому нам здесь выгодно из двух формул, и квадрат на R, мощность, и у квадрат на R, мощность, выбрать вот эту формулу. Потому что здесь напряжение у нас не будет меняться. Ток сопротивления будет меняться. Поэтому эту формулу здесь записываем. Пишем у квадрат, 220 в квадрате, деленное на 3R. Это у нас будет мощность. А здесь мы пишем наоборот. У нас в три раза меньше будет сопротивления. Поэтому здесь будет R, деленное на 3. И тройка в числитель перескочит, да? Да. R, деленное на 3. Это у нас будет N параллельное. А это будет у нас... Нет, это не параллельное. Последовательно. А здесь будет N параллельное. Здесь у нас дано, что количество теплоты, мы теперь пишем, будет равно... Вернее, энергия, да? Энергия это как? Дубль V напишем. Которая электрическая энергия. Без учета КПД. Электрическая будет от этого зависеть. Она будет равна N умножить на T. Здесь у нас T дано. Можно его даже в минутах написать. То есть N последовательное умножить на 36 умножить на 60 минут. Это у нас мощность электрическая будет в первом случае. А это будет мощность электрическая во втором случае. Она будет равна N параллельное умножить на время T, которое мы не знаем, умножить на 60 секунд. Это время T мы сейчас и найдем. Эти у нас ведь одинаковые. Одна и та же вода нагревается. Поэтому мы их приравниваем. Значит, берем вот это. У квадрат делить на 3R равно... И пишем вот здесь умножить на 36 на 60. На 36 на 60. А справа пишем для параллельного. 3U квадрат делить на R умножить на T умножить на 60. 60 и 60 одинаковые. R и R одинаковые. U квадрат, U квадрат одинаковые. И T находим. T будет равно... Здесь у нас было 36 разделить на 3. 36 разделить на 3. А здесь у нас ничего не осталось. Поэтому так и будет в 3 раза меньше время. Нет, сколько там было времени? 30 минут, да, или 36 минут? Ну, не важно, сколько. Это у нас было T старое, а это T новое стало. Ну, видно, что в 3 раза у нас изменилось. Нет, не в 3 раза. Здесь у нас 2 раза тройка была. Один раз здесь, второй раз здесь. То есть в 9 раз. Сейчас я напишу, как следует, чтобы ты потом посмотрел. Ты что, уже пошел, да? Если тебе уже пора идти, то ты иди тогда сейчас напишу. Аккуратненько. Давай сейчас 5 минут. Чтобы ты потом разобраться мог. А то ты считаешь, что это сложно, это на самом деле простое. Это у нас последовательно, поэтому у квадрат делить на r умножить на t1. А это у нас 3 параллельных. Здесь я пишу 3r. А здесь у квадрат 3r вот так. Умножить на t2. Это у нас будет q для нагревания, и это будет q для нагревания. Не q для нагревания, это будет мощная, это будет энергия электрическая. Это будет энергия электрическая. Эти энергии электрические, для того, чтобы нагреть одинаковое количество воды на одинаковой температуре, будет у нас одинаковая. Поэтому мы две штуки приравниваем. u квадрат на 3r t1 равно 3u квадрат на rt2. Вот это нам неизвестно. Пишем t2 равно. Здесь u квадрат мы правильно сделали, что сделали не i квадрат, а u квадрат. Поэтому сокращается. r у нас одинаковое, поэтому сокращается. Получается здесь троечка, здесь троечка, и здесь t1. Эта тройка в знаменателе переходит, и получается в знаменателе 9. А здесь будет t1. Поэтому будет 36 минут разделить на 9. Получается 4 минуты. Когда мы параллельно соединим, у нас ток большой пойдет. Во сколько раз больше, чем здесь? При одинаковом напряжении? Не в 3. 9, 9, 9. Вот этот 9 как раз и есть. Напряжение останется то же самое. И будет i умножить на u. Ток в 9 раз больше, значит электрическая мощность в 9 раз больше. Так ты лучше понимаешь, да? Да. И на u. Теоретически можно завтра тоже, если у тебя завтра время найдется. А у меня до вторника выходные с 9 мая. Так что я до вторника могу заниматься. Давай, только какая тема? Электрическая с задачками про всякое внутреннее сопротивление, ДС. Ну да. И про всякие там магнитные потоки, да? Да. Ну давай, завтра подберу задачку, тебе утром пришлю их днем. А в 6 часов соберемся, да? Или во сколько удобнее? Придумал во сколько время? Часов в 6, наверное, как обычно. Ты что, опять простудился, что ли, нет? Нет. Ну тогда молодец, давай. Сейчас нельзя уже болеть некогда. Когда экзамены? У меня русский язык 30 мая, 3 июня физика, 6 июня тематика и 8 июня общество знания. Ага. Ну давай, до завтра. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok